В эфире новости с вами Алмаз Ашим. Здравствуйте. Развивать экономический потенциал ШОС предложил президент Казахстана Касамжумар Токаев. С такой инициативой глава государства выступил во время расширенного заседания организации в Бишкеке. И также необходимо наладить сотрудничество в сфере высоких технологий. Что касается обеспечения безопасности, то Казахстан и в дальнейшем готов принимать участие в урегулировании конфликтов между странами. В этом году председателем Шанхайской организации сотрудничества является Кыргызстан, и поэтому встреча проходит в Бишкеке. Там собрались 12 глав государств и правительств, чтобы обсудить, как будут развиваться страны ШОС. Что еще предложил Казахстан и другие участники организации, расскажет Иван Тулинов. Глав государств, членов ШОС разместили на территории президентской резиденции Алла Арча. Здесь впервые принимают высокопоставленных гостей во время такого большого события. Вот можно видеть дом, в котором разместилась белорусская делегация. Глава Казахстана разместился в резиденции, которая находится немного выше. И вообще в целом здесь, на территории Алла Арча, проходит само заседание Шанхайской организации сотрудничества. Касым Жумар Тукаев в качестве президента Казахстана впервые участвует в заседании международной организации. И с главами государств в новом статусе он также встречается первый раз. Так что 19-е заседание ШОС стало своеобразным знакомством с новым руководителем центрально-азиатской страны. После совместного фотографирования участники прошли на заседание в узком составе, которое обычно проходит за закрытыми дверями, так как во время этой беседы обсуждаются ключевые вопросы безопасности. Но прежде президент Кыргызской республики на правах председателя поздравил Касым Жумар Тукаева со вступлением в должность главы Казахстана, отметив, что государство рассчитывает на продолжение укрепления сотрудничества между странами. На заседании уже в расширенном составе президент Казахстана заверил, что страна продолжит придерживаться прежнего курса. Шанхайская организация сотрудничества, по моему убеждению, является одним из самых эффективных, авторитетных международных объединений. Будучи молодой организацией, она достигла заметных успехов в своем развитии и тем самым привлекла к себе внимание всего международного сообщества. Нам следует поддерживать и укреплять потенциал ШОС. Например, предстоит реализовать план действий на 2018-2022 годы в рамках стратегического для ШОС договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Подсчитано, что почти за 20-летнюю историю существования ШОС участники подписали полторы тысячи документов, но лишь 7% из них касались экономического развития. Президент Казахстана предложил развивать этот потенциал. Большую роль в этом может сыграть меморандум между секретариатом заседания и Международным финансовым центром Астана. Нужно более эффективно использовать огромный экономический потенциал ШОС. Этому будет способствовать формирование в восьмистороннем формате евразийского финансово-консультационного механизма. Данный инструмент создаст предпосылки для решения ряда назревших вопросов нашей экономической повестки дня. Подписываемый сегодня меморандум между секретариатом ШОС и Международным финансовым центром Астана позволит использовать уникальный инновационный потенциал данного центра в развитии финансовой системы стран ШОС. На развитие экономики и организации в целом может положительно повлиять сотрудничество с другими международными объединениями. По мнению Касымжмар Татукаева, главными партнерами ШОС должны стать Евразийский экономический союз, ОСЕАН, БРИКС и ЕС. Следует расширять и налаживать полноформатные отношения с ключевыми многосторонними структурами Евразии. В этом плане отдельного внимания заслуживает инициатива первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о трех диалогах по установлению партнерских отношений с крупными региональными объединениями и проектами Европы и Азии. Особую актуальность приобретает преодоление стереотипов блокового мировосприятия, укрепление основ открытости и равноправного сотрудничества. Шанхайская организация сотрудничества изначально задумывалась как площадка для разрешения приграничных вопросов. Президент Казахстана предложил посмотреть на нее с нового ракурса, создавать условия не только для сбыта продукции и усиления политического диалога, но и для привлечения технологий. Также необходимо сформирование в ШОС пула современных технопарков. Наша инициатива призвана содействовать практической реализации принимаемой сегодня концепции сотрудничества в сфере цифровизации и информационно-коммуникационных технологий. В качестве первого шага в этом направлении предлагаем провести на базе международного технопарка IT-стартапов «Астана Хаб» форум молодых специалистов по IT-стран Шанхайской организации сотрудничества. Развитие технологий позволяет также находить решения, связанные с информационной и национальной безопасностью. Солидную часть выступления этому вопросу посвятил президент России Владимир Путин. Одним из главных приоритетов организации остается борьба с терроризмом и экстремизмом. Считаем важным наращивать сотрудничество в рамках региональной антитеррористической структуры ШОС, блокировать финансовую подпитку террористов за счёт доходов от наркотрафика, делать всё, чтобы не допустить попадания в их руки химического, биологического и иных видов оружия массового уничтожения. Тему подхватил и белорусский лидер. По словам Александра Лукашенко, в Беларуси киберпреступность развивается как никакой другой вид преступлений. В 2017 году в стране было зарегистрировано 3000 цифровых правонарушений. В прошлом произошло увеличение чуть ли не в два раза. Для решения этого вопроса президент Беларуси предлагает наладить сотрудничество региональных структур стран-участниц ШОС. Тенденция очевидная и, полагаю, статистика такая же, как, ещё раз повторю, тревожная и в ваших странах. Поэтому Беларусь готова открыто делиться своим опытом и активно участвовать в реализации соответствующей концепции ШОС, которая сегодня обсуждалась на заседании. Президент Кыргызстана Сауренбай Жейнбеков сконцентрировал внимание на вопросах логистики и напомнил о региональном мегапроекте, который повлияет на развитие организаций и приток инвестиций. В этом контексте мы выступаем за скорейшую реализацию проекта по строительству железнодороги Китая, Кыргызстан, Узбекистан. Предлагается проложить консультации по созданию Банка развития ШОС, в том числе в плане перехода к расчётам в национальных валютах. В эти дни столица Кыргызстана принимает глав государств и правительств 11 стран мира. В заседании участвуют новые члены организаций Индия и Пакистан. Они впервые после февральской эскалации конфликта сели за один стол. Обострение отношений на работу в ШОС особо не повлияло, поскольку двусторонние разногласия, как правило, не выносят на общую площадку. Включение в организацию двух крупных игроков позволило ещё больше усилить её значимость. Теперь общий объём экономики составляет 20% от мирового ВВП. Именно поэтому каждое подобное заседание становится ещё весомее. А вопросы, которые обсуждаются на этой площадке и подписываемые договоры, оказывают влияние на судьбы почти половины всего человечества. Иван Тулинов, Ерженко Напеолы, Антон Балтрушевич, Бишкек, Кыргызстан. Во второй половине дня Касамжмар Тукаев прибыл с рабочим визитом в столицу Таджикистана. В Душанбе глава нашего государства примет участие в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Сразу из аэропорта президент Казахстана направился в Дворец нации, резиденцию президента Таджикистана для встречи с Эмамали Рахмоном. Он уже поздравлял Касамжмар Тукаева с избранием на высший пост страны по телефону, а теперь смог сделать это лично. На переговорах присутствовала Лаура Байбачанова. Нурсултан Бишкек Душанбе. Сразу после инаугурации у президента Касамжмар Тукаева запланирован плотный рабочий график. За неделю глава государства примет участие сразу в двух крупных международных мероприятиях. Сегодня в первой половине рабочего дня президент обсудил важные вопросы на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. А уже завтра Касамжмар Тукаева ждут на пятом саммите СВНДА. И сегодня же у главы государства запланирована встреча с президентом Таджикистана Эмамали Рахмоном Душанбе. Самолет главы Казахстана Касамжмар Тукаева прибыл в столицу Таджикистана во второй половине дня. Прямо из аэропорта Касамжмар Тукаев направился во Дворец нации – резиденцию президента Таджикистана. Это не просто официальное мероприятие, а по-настоящему теплая и душевная встреча двух добрых друзей. Эмамали Рахмон, уже поздравлявший Касамжмар Тукаева по телефону, теперь смог сделать это лично. Президент Таджикистана выразил уверенность, что взаимоотношения между двумя братскими народами будут крепнуть. Касамжмар Тукаев также отметил большую заинтересованность в развитии двусторонних отношений. Это очень хороший знак, что именно в Душанбе после избрания президента республики Казахстан я сегодня нахожусь вместе с вами. Я имею честь знать вас много лет, фактически с того периода времени, когда вы возглавили ваше государство. Я всегда относился к вам с большим уважением и думаю, что наша дружба, наше сотрудничество будет иметь очень активное и плодотворное продолжение. Лидер Таджикистана в свою очередь подчеркнул, что сегодня сотрудничество между двумя странами находится на высоком уровне. И для реализации стратегических проектов нет никаких преград. Уверен, что Душанбельский саммит и СФДА предоставят нам возможность подвести промежуточные итоги сотрудничества сторон за истекший период, обменяться мнениями по актуальным вопросам. Сотрудничество с Казахстаном занимает приоритетное место в внешней политике нашего государства. Сегодня между нашими странами складывается весьма продуктивное сотрудничество в формате стратегического партнерства. Сегодня Казахстан и Таджикистан реализуют проекты в культурно-гуманитарной, военно-технической и торгово-экономической сферах. Товарооборот между двумя странами в прошлом году составил почти 850 миллионов долларов США. На полмиллиона долларов продукции экспортировал Казахстан в Таджикистан. В основном продавали пшеницу, муку, жиженый газ, металлопродукцию, подсолнечное масло, строительные материалы. Таджикистан завозит в нашу страну овощи, фрукты, свинцовые, цинковые и медные концентраты. Завтра главы двух государств в расширенном составе с 10 коллегами и представителями еще 15 обсудят уже глобальные тренды развития. На совещании по мерам доверия в Азии, которое собирается раз в 4 года, лидеры будут говорить об укреплении мира и безопасности на столь противоречивом азиатском континенте. Лаура Байбаченова, Едлир Микпаев, Айду Сирикпулулы при поддержке телерадиокомплекса президента Хабар-24, Душанбе. Двое суток прошло с момента официального вступления в должность президента Казахстана Касымжа Мартутукаева. Однако его выступление до сих пор остается одной из самых обсуждаемых тем. Общественные деятели, госслужащие, работники бюджетной сферы. Речь главы государства, где обозначены 10 направлений, по которым предстоит работать, коснулась каждого из них. Мнение казахстанцев в нашем сюжете. Церемония инаугурации Касымжа Мартутукаева проходила без лишней помпезности. Все строго по протоколу. Важнее было, что скажет избранный президент. В эти минуты в его речь слушались не только присутствующие во Дворце Независимости, но и люди по всей стране. В 10 направлениях, озвученных президентом, по которым предстоит работать, каждый из них увидел и услышал что-то свое. То, что волнует именно его. Юрий с полувековым стажем Куспас Бержанов из Актау признается, не мог скрыть радости, когда президент заговорил о реформах судебной и правоохранительных систем. Если честно, в правоохранительной системе очень много пробелов. Конечно, реформ было немало, но именно сейчас нужно вплотную заняться развитием и преобразованием систем. Квалифицированных кадров у нас в стране достаточно. Борьба с коррупцией – еще одно из приоритетных направлений, обозначенных главой государства. Касымжа Мартукаев призвал включиться в процесс также неправительственной организации. Для общественников это прозвучало как сигнал к действию. Один из механизмов противодействия, скажем так, коррупции – это все-таки разъяснение. Это минимизация всех двойных стандартов, где мы говорим «дома одно», там при ребенке слышат о том, что все разводить можно и все можно решить. А где-то там на красивых, скажем, трибунах говорить, что это есть плохо. То есть это двойные стандарты. Однако больше всего казахстанцев, конечно, интересовало социально-экономическое развитие страны. Это одно из главных направлений, по которому предстоит работать в ближайшее время. Речь шла о развитии человеческого капитала, это поддержка всеобщего обучения, оказание качественных медицинских услуг, а также новые нормы, повышающие статусы учителей и врачей. Меня радует то, что одна из десяти приоритетных задач, озвученных президентом страны – развитие человеческого капитала. Важно, что будет уделено внимание системе непрерывного образования. Кроме того, в целях защиты прав учителей и работников, здравоохранения, а также их социальной защиты, будет принять закон. Разработка единой жилищной программы – еще одно из важных направлений. Касымжимар Тукаев поручил правительству вплотную заняться новым документом. При этом, отметил президент, процесс должен быть открытым. Это значит, что при его разработке должны учитываться общественные мнения. Открытость и диалог между обществом и властью – один из главных приоритетов. Причем касаться это должно самых разных вопросов. Выступление президента Хасымжимар Кемелыча Тукаева для меня приоритетным, я считаю, это решение социальных проблем населения. Если взять наш регион, то это, конечно, несколько вопросов. Это вопросы обеспечения чистой водой, это вопросы дорог, это вопросы реки, это вопросы экологии. И эти вопросы должны решаться на уровне диалога с местной властью. Еще одна задача, которую поставил президент – создание Национального совета общественного доверия. Платформы, на которой казахстанцы смогут принимать участие при обсуждении важных решений, а также совершенствовать механизм самоуправления. Как отмечают эксперты, очень полезным в этих вопросах может стать международный опыт, в частности, организации объединенных наций. И здесь общественники отмечают особую роль избранного президента Казахстана. Наш президент Касымжимар Токаев, он уже имеет большой опыт работы в ООН, и он обладает именно теми компетенциями, которые были разработаны мозговыми центрами ООН. И одним из таких инструментов является развитие экономических сообществ. То есть это когда люди решают, экономические сообщества решают три основные задачи. Первое – это повышение благосостояния людей, второе – это снижение себестоимости их жизни, и третье, что очень важно для власти и то, на что власть должна обратить внимание – это социальная интеграция. Говорят эксперты о повышении статуса Казахстана на международной арене. На этом пункте Касымжимар Токаев также остановился. Политологи отмечают, что в этом вопросе вновь свою роль должен сыграть опыт прежней работы президента. Однако многочисленные задачи не удастся выполнить без молодых и энергичных кадров. Поэтому идея создания кадрового резерва воспринята с особым энтузиазмом. В каждом регионе есть молодые люди, которые уже сейчас готовы что-то внести новое в развитие нашего государства. Мы, в свою очередь, в Октябрьской области уже формируем данный кадровый резерв из тех людей, которые в разных направлениях, в разных сферах уже добились успеха. Это и спорт, и музыка, и культура, и социальная сфера. То есть мы сейчас готовим свой предварительный список. Однако, по мнению большинства, выполнить поставленные задачи можно только сообща всем вместе. Не зря на это обратил внимание Касамжумар Токаев. По его словам, уважительное отношение к истории, преданность родине, стремление к науке и знаниям – все эти качества усиливают конкурентоспособность страны. Если каждый из нас внесет свою посильную лепту в общее дело, качество жизни в стране непременно улучшится. Нельзя ставить интересы собственные выше интересов государственных. Это неправильно. Президент в своем выступлении подчеркнул, что материальное развитие необходимо подкрепить духовным, сохранить историю и культурные ценности, стремиться к науке и знаниям. Именно эти качества станут основой единства и созидательной силы нашего народа. Эксперты подчеркивают, реализация обозначенных направлений зависит от каждого казахстанца. Андрей Деменок, Хабар, 24. Политологи, экономисты и депутаты из разных стран мира также анализируют программное выступление президента Казахстана Касымжмар Татукаева. На какие из десяти приоритетных задач, озвученных главой государства, мировая общественность обратила особое внимание, узнаем в следующем сюжете. Повышение доходов населения и борьба с коррупцией. Эти задачи президент озвучил первыми в своей программной речи. О их важности заявляет и руководитель немецкого объединения, либеральный средний бизнес Кристиан Гроссе. По его мнению, именно социальные программы для населения, трудоустройство и серьезное противодействие коррупции – ключи к благосостоянию общества и экономическому развитию страны. Считаю, президент Казахстана поставил верные задачи. Для экономики борьба с коррупцией очень важна, так как если предприниматели инвестируют сотни миллионов евро в страну, то они хотят гарантий. Поэтому, конечно, борьба с коррупцией – это приоритетная задача. Германия в этой сфере имеет большой опыт. К примеру, чиновники у нас получают высокие зарплаты, и поэтому их не интересуют заработки на стороне. Тема повышения зарплат однозначно одна из главных. Я надеюсь, что и доходы населения удастся поднять и улучшить тем самым благосостояние. Это правильный курс. Для экономического роста важны также прямые иностранные инвестиции. Они помогут развить регионы. На эти задачи Хасамжумар Татухаева, поздравляя Казахстан с проведением успешных президентских выборов, обратила особое внимание евродепутат, глава делегации Европарламента по сотрудничеству со странами Центральной Азии Ивета Григули. Я имею честь его знать. Я встречалась и познакомилась с ним еще 7 лет назад. И он оставил на меня очень хорошее впечатление. Я прочитала инооберационную речь. И важно тоже то, что президент отметил значение инвестиций в развитии страны. Должны прийти зарубежные инвестиции, должна развиваться страна. И тогда будет основа реализовать социальные программы. Российские политологи важнейшим пунктом программной речи президента называют задачи, поставленные перед молодежью страны. Инновационное развитие государства напрямую зависит от молодых казахстанцев. В этом с Хасамжумар Татухаевым согласен директор Российского института международного интеграционного сотрудничества Игорь Фелькевич. По его мнению, важное значение имеет новая инициатива о создании специального органа гражданского согласия, необходимого для того, чтобы инициативы населения были услышаны и реализованы. Важно, что в первую очередь ставится улучшение экономического и социального положения граждан Казахстана. Причем большое внимание уделяется именно ориентации на молодежь Казахстана, что важно, так как Казахстан это молодая республика, и именно молодым гражданам инициировать новые подходы инновационного развития, которые поставлены и предыдущим президентом, и действующим президентом. Каждый пункт президентской программы стратегически важный и отвечает требованиям времени. Эксперты уверены, что их успешная реализация не на словах, а на деле обеспечит рост и развитие страны во всех сферах экономики. Однако они отмечают, что для этого требуется время и консолидация усилий на всех уровнях. Айдана Кребжанова, Хабар, 24. К другим темам. Почти 300 тысяч семей в Казахстане получают адресную социальную помощь нового формата. Таким образом, поддержкой со стороны государства охватили более миллиона человек. Это в три раза превышает прошлогодние показатели, отметил министр труда и социальной защиты населения Бердебек Сапарбаев. Он отчитался перед общественностью о проделанной работе за 2018 год. В этом работать в профильном ведомстве стали по-новому, определив семь основных приоритетов. 11 видов социальной поддержки нуждающихся оказывают за счет местного бюджета. Это и бесплатное питание в школах, и проезд в общественном транспорте, путевки в лагеря. Планировалось оказать помощь более 800 тысячам человек. На сегодня почти все они уже ощутили поддержку государства. Выплачено 55 миллиардов тенге. По нашим расчетам, в среднем на одну многодетельную семью получается 105 тысяч тенге. Это говорит о том, что по сравнению с прошлым у нас размер АСП увеличился в два раза. Примерно сократилась бедность. Доходы увеличились где-то, как здесь вы видите, 63 на 63%. Более 63 миллионов тенге задолжали кустанайцы за питьевую воду. Компания-поставщик начала вынужденную борьбу с неплательщиками. Жителям многоэтажек блокируют канализацию. Специальные бригады делают это через крышу. Отрезают абонентов, которые имеют долги, свыше 10 тысяч тенге. Предварительно им дают шанс на исправление. После всех предупреждений ставят заглушку. В прошлом сезоне с помощью этого метода предприятие вернуло свыше 3 миллионов тенге. Абонент, соответственно, не может сливать воду. И он приходит, когда при полном погашении, пишет заявление. И уже после заявления, в течение 15 рабочих дней, наши сотрудники везжают и снова подключают. Также у нас будет отключение частного стектора с применением тяжелой техники. Откапывает, мы прям в земле полностью отрезаем от водоснабжения. Подключить заново это очень проблематично будет. В Шалкарском районе Актюбинской области за незаконную охоту на Сайгу задержаны четверо местных жителей. У браконьеров изъяты 4 туши краснокнижных, 6 рогов, охотничье ружье и 14 патронов. Два мотоцикла «Урал», на которых передвигались мужчины, инспекторы охотзоопрома заметили во время рейдов. Браконьеры уже дали признательные показания. Сумма причиненного ущерба устанавливается, добавлю, с начала года в районах области выявлено 6 фактов охоты на степных антилоп. На сегодняшний день следствием в Шалкарском отделе полиции назначен ряд экспертиз. В Шалкарском, также в Байганинском районе усилены охранные мероприятия. Дополнительно направлена оперативная группа Актюбинского опорного пункта. В отношении задержанного накануне пьяного мужчины с пистолетом возбуждено уголовное дело. Сейчас идет расследование происшествия героя полицейского, который обезвредил дебошира, представили в государственной награде. Подробнее об этом расскажут мои коллеги. Старший сержант Руслан Шмидт работает в патрульной полиции 5 лет. Накануне вместе со своим коллегой Джандосом-Озбеком. Они, как обычно, несли службу, следили за общественным порядком. Когда к ним подбежали двое несовершеннолетних и попросили о помощи. В соседнем дворе мужчина в нетрезвом состоянии размахивал оружием. Угрожал прохожим пистолетом и детям на игровой площадке. Медлить нельзя, необходимо принимать экстренные меры. И Руслан, оценив ситуацию, собственноручно разоружил подозреваемого. Мой первый меру побежал. Его догнал возле Вальханова. Дома 9, первый подъезд. Он пытался скрыться. Подъезд, так как подъезд закрыт, не смог скрыться. И вот так вот, как на видео видно, вдруг достали, и он требовал отойти от него. Видно, что он не сезурной брони выражался. Видно, что нетрезвое состояние в средней степени. После чего, узнав обстановку, как все быть, узнав дистанцию, что нормально, и применил боевые приемы. Очевидцы происшествия сняли задержание дебошира на видео и выложили все в социальных сетях. Руководство, просмотрев публикации, высоко оценило действия сотрудника и уже выписало приказ о награждении. Что касается 50-летнего подозреваемого, то он помещен в изолятор временного содержания. И на данный момент полиция выясняет, не привлекался ли он ранее. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование, назначенное соответствующей экспертизой. По результатам расследования будет принято законопроцессуальное решение, о котором мы, естественно, сообщим дополнительно. В отношении гражданских детей нами подготавливается приказ о поощрении ценными подарками, а также родителей. Мы будем приглашать родителей к себе в департамент, будем поощрять их, а также руководителя школы, директора школы. В отношении Шмида Руслана у нас готовится тоже приказ о поощрении его. И таких случаев на самом деле немало. Сотрудники столичного департамента полиции часто подвергаются риску и готовы порой ценой собственной жизни выполнить свою работу. Елена Устимович, Данай Исатай, Умирбек Изимов, Хабар, 24. В северо-казахстанской области наградили полицейских, которые помогли эвакуировать школьников из загоревшейся газели. За добросовестную службу районным стражепорядка Батырхану Молдожанову и Жигеру Болтабаю вручили грамоты и пообещали премировать. О героях, которые считают отвагу повседневной службой, расскажет Сабина Балашкина. ЧП произошло на трассе недалеко от села Рощинское. Ученики 11 класса возвращались домой из Петропавловска и сопровождал патрульный автомобиль. Внезапно из моторного отсека микроавтобуса повалил дым. Стражи порядка, отведя детей на безопасное расстояние, начали тушить огонь. Оперативные действия полицейских помогли избежать трагедии. Это наш повседневный труд. Мы каждый день сталкиваемся с разными ситуациями на дорогах. Для нас, во-первых, главное для нас это безопасность и спокойствие наших граждан. А все остальное это наша работа. А это Караганда. По счастливой случайности, возвращаясь домой, Дастан Азамбаев вместе с младшим братом решили снять на камеру телефона красивую водную гладь. Услышав крики о помощи, мужчины кинулись спасать тонущего человека. Вот человек чуть не утонул. Тяжело, потому что меня пару раз с головы там чуть не утонул тоже, да, вытягивал. Потому что человек всегда хочет выйти же, правильно? О себе думать времени не было здесь, понимаете? Геройским поступком, не считаю это, любой гражданин здесь проезжающий увидел, вытащил бы человека с воды. Оказалось, что спасенный мужчина рыбачил неподалеку. Заодно решил и окунуться в воду, но ногу внезапно свело судорогой. Необдуманный поступок едва не стоил жизни. Благо, рядом оказались смелые люди. Сабина Балашкина, Хабар, 24. Своё 20-летие отметил региональный телеканал ЖТСУ. На торжество пригласили представителей ведущих масс-медиа страны. Звания почётный журналист и медали «Заслуженный журналист Казахстана» удостоились лучшие корреспонденты и ведущие программ. Вместе с тем не забыли и заслуги ветеранов. Им вручили денежные премии и памятные подарки. Телеканал был основан в 1999 году. С тех пор совершенствовалась его материально-техническая база. Сейчас он работает в 17-часовом режиме вещания. В эфире порядка 20 информационных и развлекательных проектов. В 2018 году ЖТСУ стал обладателем премии «Тумар» как самый лучший региональный телеканал. У нас сейчас есть четыре больших студии. Мы расположены в здании площадью 8 тысяч квадратных метров. Наш коллектив большой, здесь работает почти 200 человек. По своему оснащению и человеческому капиталу мы превосходим некоторые аналогичные телекомпании, но главная ценность для нас – это любовь наших телезрителей. На этом закончим. Оставайтесь с нами. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова